доброе утро мои кисули я встала пошла помыла голову и сейчас уже жду пока придут мои роллы я читаю комментарии под вчерашним блогом который опубликовала сегодня 10 пишут что магазина оказывается открыт и откуда у меня эта информация дело в том что мама сейчас в деревне и в деревне у нас есть соседка у которой дочери работают продавщицами в магазинах одежды одна работает в нью-йоркере и она сказала что мы сидим дома у нас все закрыто поэтому я сделала вывод что оказывается магазина закрыта но здесь не факт некоторые пишут что нет открыт и смотря какой магазин и все дела честно уже этот коронавирус настолько надоел прям никуда не сходишь нигде не отдохнешь хотела вот интересный влог снять в сауне мы спать и хотели снять но вот закрыто куда ты пойдешь что ты снимешь ты реально вообще хочется отдохнуть как-то развлечься немного напрягает что ты постоянно работаешь и никак не отдыхаешь даже элементарно шоппинг он реально не в кайф знаете почему то же вас торопит быстрее быстрее очередь ждет до хрена народу стоишь ждешь в очереди вы помните домой шоппинг влог сколько мы там ждали поэтому это реально очень напрягает и хочется чтобы все это закончилось и мы проснулись и все было офигенно у меня здесь все на середине но сегодня обязательно я все это разберу так я только что поднялась наверх забрала ролл и оказалось что у курьера нету сдача у меня нету помельче и мы ходили по магазинам и разменивали эту денежку сейчас покажу вам что мне пришло так вот что пришло в ужасном состоянии если честно не знаю как я буду мукбанк снимать все это съехала в одну сторону да уж ужас просто если просто для себя то не проблема но как такие роллы ставить перед камерой и кушать до расстроилась конечно я еще целый час ходили по магазинам искали мелочи изначально сказал что если мелочи нету я могу предварительно спуститься и разменять деньги он сказал нет я найду так с горем пополам вот так вот разложила постаралась некоторые сзади разложить чтобы не было сильно видно что они в ужасном состоянии 4 штуки вообще решила не раскладывать или где они тут ну в общем как то так ребята читаю комментарии поднимается настроение но что-то вот целый день я лежу нету настроения посидела на балконе потом решила написать файты оказывается завтра они едут на море я подумала почему бы нет они предложили добровольно предложили мне поехать вместе с ними поэтому я сейчас буду выбирать купальник у меня до исторических четыре купальника просто осталось выбрать какой именно я надену обязательно сниму для вас влог может быть мы с фате и даже будем снимать мукбанки вместе с нами кстати еще едет семья и там есть наша подписчица будет очень интересно познакомиться вот последнее время я только работаю работаю сколько можно работать нужно хоть иногда хотя бы отдыхать поэтому вот на завтра у нас планы не знаю получится не получится но как бы в планах такое есть будем надеяться так настал сложный выбор нужно выбрать купальник в котором я завтра буду на пляже вот этот новый даже с этикеткой ни разу его не носила но после того как я его купила год назад у меня уже вообще вкусы поменялись я теперь люблю другие купальники но выбираем из того что есть до завтрашнего дня я не успею купить это мой старый купальник который уже пора на помойку его точно и носить не буду я сомневаюсь между вот этим и вот этим вот купальником этот очень откровенно я сейчас попробую одеть и посмотреть как он будет на мне сидеть но я боюсь что когда я буду нырять воду у меня вся грудь будет наружу поэтому лучше я надену вот этот вот красота нет вы просто гляньте какая красивая луна правда на видео не настолько красиво как в жизни но она круглая прям такое ощущение что сейчас вот в ладони поместится так настроение у меня изрядно испортилось из-за того что я сказала бабушке что я хочу поехать на море и она начала ой не надо сиди дома вместе со мной посмотрим сериальчик зачем тебе оно надо я тебя не отпускаю мне просто такое ощущение как будто мне пять лет меня не отпускают люди в моем возрасте живут отдельно снимают квартиру и все у них офигенно то есть я самостоятельный человек я не еду не знаю в турцию германию не знаю другие страны отдыхать я просто полчаса езды на машине я еду на море дело в том что я не умею плавать и родители очень сильно переживают по этому поводу это меня очень сильно напрягает то есть я сижу постоянно дома уже три месяца и мне хочется куда-то вырваться и чтобы куда-то пойти мне нужно поговорить с бабушкой поговорить с мамой поговорить со своим парнем получить разрешение ото всех и потом только отправиться отдыхать прям знаете весь настрой вот все портится в миг просто очень бесит это почему я в свои годы не могу быть самостоятельной я понимаю что они любят меня не беспокоятся обо мне но я постоянно дома сколько можно вот просто пахать целыми днями и не отдыхать поэтому я сказала дома поставила вот так вот руку на стол кулак вот так то я сказал я иду и все слышали и все я убираю купальник какой я надену и поеду так что завтра ждите обязательно влог мы пока что точно не знаем что мы будем там есть что мы будем снимать и так далее возможно вообще ничего не будем снимать но влог точно будет вот мне хоть и сказала что завтра уже точно скажет какие продукты купить потому что возможно вместе с нами поедет фатина мамина подруга и ее дети а может быть и нет от этого и зависит на сколько персон покупать еду вот поэтому это будет уже понятно завтра я еду отдыхать и вообще я решила что я теперь не буду работать столько больше времени посвящать своему отдыху я в прошлом месяце получается отчет сделать не успела и у меня некие проблемы на работе из-за этого вот поэтому конец работе начинаем жизнь начинаем отдыхать любить эту жизнь и кайфовать завтра мне значит на море а у меня здесь произошло вот такой вот чп поэтому я хочу переделать весь гейлак сделать другой цвет какой-то темный потому что с этим цветом такое ощущение что ноги у меня какие-то грязные сейчас будем переделывать и заодно процесс покажу вам как я это делаю так все принадлежности касаемо ногти у меня лежат вот в этом ящике нам с вами понадобится обязательно фреза потому что мы будем снимать старое покрытие убираем ее в сторону убрайся отсюда так дальше конечно же лампа у меня вот такая вы наверное все это видели в видео как я сама себе делаю гейлак так как завтра на пляже все дела нужно привести себя в форму без этого никак здесь у меня лежат стразы всякие вот такие щипчики они просто обалденные раньше я думал что я просто криворукой у меня не получается делать маник оказалось фишка вот старлекс они обалденные в общем я возьму всю эту коробку стразы блестки я хочу какой-то яркий сделать паникюрчик неудобно одной рукой и наверное самое сложное это выбрать цвет не знаю вот вроде все цвета классные очень нравится вот этот но он наносится очень неравномерно так скажем может французский сделать хотя у меня ногти на ногах не очень длинные или что-то яркое опять у вас в инстаграме что ли спрашивать я сделал нежно-голубой но почему-то мне кажется что мои ноги выглядят какие-то грязные с этим оттенком поэтому давайте какие-то классические красные сделаем у меня тут вовсю идет процесс педикюрой я почти закончила осталось совсем чуток сейчас покажу вам результат я управилась за 1 час 40 минут весь процесс я вам снимать не стала но вот такой вот результат у меня получилось мне честно очень нравится не идеально но зато сама смотрела дом 2 и параллельно делала себе ноготочки ну что к пляжу я готова девочки завтра стартуем я собиралась сделать красные ноготочки но в последний момент передумала и так они 617 оттенок заказывала на алиэкспресс кому интересно последний момент передумала потому что у меня купальник розовый синим и вот как раз синие ноготочки самое то теперь мое самое нелюбимое надо все это разобрать разложить по местам вытереть но все готово все убрано пора уже спать иду умываться по идее было очень много дел которые нужно было проделать но честно нету сил идем спадки